Приветствуем всех друзей. Мы начинаем свой новый влог с магазина Зинка. Дерек, поздоровайся. Привет. Всем привет. Всем привет. У нас скоро будет вечер детских талантов, где я ответственная. И мне нужно теперь сделать небольшие подарочки, призы нашим участникам. Обычно делаем медали и сладкие подарки. Вот так вот решили на развес, чтобы было немного дешевле. Нам нужно 72 примерно, подарка. Рыбки захотелось? Почему? Для семьи всем надо рыбку получить. Ну да, я говорю, захотелось. Какую мы взяли? Мы берем Сома. Сома. Называется Catfish. Сома. Сома. На наклейку на этот пластиковый диск. Потом нам нужно будет сделать ленточки. Плюс нам нужно будет на этой наклейке сделать дырочку, чтобы она совпала с этим диском. Так что работа у нас много, осталось у нас два дня, нам нужно поторопиться и заняться этим делом. Помогать мне будет Ваня, мой братишка, Диана. Сколько успеем, столько сделаем сейчас. И потом к вечеру, может быть, кто-то подойдет еще, потому что нам нужно еще разложить вон те конфеты по маленьким пакетам. Так что наблюдайте за нами, будет интересно. Хочу немного рассказать вам, что такое вечер детских талантов. В нашей церкви, которую мы посещаем, братья и сестры решили сделать такое служение. Раньше это служение было два раза в год, а сейчас один раз в год за неимением времени, так как в нашей церкви есть очень много других мероприятий. Через пару лет меня попросили этот труд взять на себя и быть ответственным. И вот уже с 2018 года я ответственна за этим делом. В чем заключается идея этого служения? Это служение помогает нашим деткам проявлять свои таланты в спокойной, размеренной обстановке с небольшим количеством людей. Сначала мы делаем первую часть. В первой части участники могут проповедовать, рассказывать стишки, петь песни группами, соло, играть на разных инструментах, разную музыку и даже ту, которую они изучали в школе. Те детки, которые не имеют таких талантов, они просят то, что сделали своими руками. Я думаю, позже вы все увидите сами. Вот это такова. Нам нужно нарисовать вот здесь, попасть между К и И, сделать вот такую вот отметку. Потом мы ее должны дыроколом продырявить. А это уже больше не приклеить? Вот так вот мы должны продырявить эту дырочку, попасть ровно. Потом что мы делаем? Потом мы вот так вот наклеиваем, да? Вот так вот нам нужно попасть теперь ровно сюда и наклеить сюда, хорошо прогладить ее. Сделали мы только медаль с одной стороны, потому что это, ну, в целях, наверное, экономия. В прошлом году мы делали желтого цвета с двух сторон. На обратной стороне медали у нас тоже был стих из Библии. В прошлом году мне помогала Алена, все это организовывала. В этот раз она мне тоже помогла, сделала вот эти вот, сейчас, дочка, что, сейчас, подожди, сделала вот эти вот медали, заказала, вот, пришли на мой адрес. Ну, в этом году решили так, по-простому, потому что эта работа, она удваивается. Дени пришел со школы, вот тоже взялся за помощь. А Делиночка ко всем подходит и просит, чтобы ей помогли открыть мандаринку, да, дочь? Ну, что ты спряталась? У тебя есть, Диана, готовые медали? Так, давай, потом зелененький тоже цвет делай, может быть, мальчикам зеленый, девочкам красный, или кому как попадется, да, уже. Так что у нас вот такая вот работа. Мне сказали, что она трудная, она просто занимает много времени, наверное, да, или как сказать? Ну да, время, время много уходит, чтобы нам все это сделать. Вот Степочка пришел на помощь тоже. Помогают два братца. Что там, Иван, сколько осталось-то? Читайте. Читайте еще, да, работы много еще. То сколько часов примерно прошло, я даже не засекала. Я-то уже ушла, свои дела делать. А Иван тут у нас сидел долго. А вообще-то, Марина, одинаково. Все четко. Все четко получилось. Все ровно? Да. Работы, конечно, много. Теперь надо это все выровнять, уровнем все. Все. Сравнять землю. Сашка сюда надо. Подкопать, чтобы этого зазора не было. Давайте, Алекс, работы много, конечно. Мама тут затеяла. Повкусный чай? Очень. Как он называется, я забыл. Вон и чай. Эрл. С этим играть, Сэн? С кем? Маринь, там ничего не горит? Что, уже готово? Я только попозже буду кушать, Маринь. Я маленькая девушка. Играя, и пачку. Я пачку. Пришло время обедать. Мы быстренько все пообедали, подкрепились и принялись дальше за наши дела. К вечеру на помощь к нам пришла моя сестренка Оксана. Мы доделали медали и решили взяться за сладкие подарочки. Для этого дела у нас появилось очень много помощников. Все хотели помочь. И нам пришлось организовать и показать, как нам сделать так, чтобы никто не пропустил ни одной конфетки. И, конечно же, пришлось перепроверять и где-то дополнять. Ну, а здесь уже у нас субботнее утро. Я хочу сделать деткам греники. Возможно, я греники делаю необычно, не так, как все. Но нам так очень нравится. Сначала я обжариваю хлеб в небольшом количестве масла. Переворачиваю его. Немного поджариваю с другой стороны. И заливаю просто обычным яйцом, солью. Вилочку поднимаю, чтобы яйцо туда подтекло. Это получается намного вкуснее, чем если бы мы просто обмакивали бы хлеб в яйцо и обжаривали. В субботу детки встают по-разному. Младшие пораньше, старшие спят. Поэтому я делаю несколько заходов. Сначала я кормлю младших деток. Кедик тут нам уже делает апельсиновый сок. А винирчик ждет завтрака. А завтрак готовится. Очень быстро и очень вкусно. Для этих греников даже подойдет не совсем свежий батон. Чай я наливаю сразу всем. Наливаю в кружку. Кладу сахар, размешиваю и разливаю по кружкам. Детки начинают проявлять свои таланты. Они хотят на таланты понести джело. Дерек, ты давай стаканчики расставляй. А винир, ты какой цвет выбираешь? Давайте. Ты зеленый хочешь? Дерек, ты пока стаканчики расставь. А потом это наливать сюда ставим. Да, да. А винир знает, он уже у нас знаток. Да, Эдди. Эдди. Ну, знаешь, надо по идее уступить младшему сыну. И тем более он тебе покажется. Надо аккуратно ножницы давать. А он так, как и винир делать, видишь? Что выливать? Высыпай. Не мешай. Я хочу сейчас не тянется, а то я сам худенький. Огонь. Ты пока стаканчики расставляй, сейчас они сделают. Да, нет, я очень. Будет рано. А теперь нам нужно влить холодную воду. Хорошо размешать и разлить по стаканчикам. Для этого. Молодцы. Что, Винир, тебе неудобно, да? Мама, открывай. Хочешь, открывай. Дерек тоже сильно горит желанием сделать джеллу. Он будет впервые это делать. Давай, сыночка. У него пакетик на один стакан. Поэтому так мало. Не на один стакан, а на два стакана в общем. Были большие упаковки на четыре стакана. А это маленькая коробочка на два. Вот у нас сколько здесь джеллу мама закупила. Да, вот такие вот маленькие, они идут на два стакана. А вот такие вот большие идут на четыре стакана. Дерек, теперь перемешай давай. Сколько счастья, сколько восторга. Все, у меня только пьяна осталась. Вы все готовы? А винирчик? Нет, нет, нет. Место я дам другой поднос, не переживай. Сейчас все дам. Разлей до конца. Ивелина, подготовь ему еще один стакан холодной воды. А сколько? У меня есть вот такая вот удобная коробка специально для джела, чтобы перевозить его куда-то. Вот если она немножко уже испачкает, но это не страшно. Давай, Эдик, ты будешь? Аккуратно вот сюда ставьте. И когда их везем, удобно, что они у нас не опрокидываются. Аккуратненько ставь сюда. Нет, еще должна минутку постоять, раз варится сахар. Дерек, помешай хорошо. Ну, пусть он мешает, ему хочется мешать. Мама, уже как раз не сделала. Молока? До конца, все, поливай. Перемешивай? Да, перемешивай, размешивай. Что, треснутый? Сразу выкини. Далеко у тебя получается? Да. Ага, ставь. Ставь коробочку сразу. Да, ставь сюда. Мальчики, вы справились? Иди, все. Все туда помести? И даже если синий поместец, то тоже туда. Эверина, пусть сегодня мальчики занимаются джелло, а вы будете сейчас печь. А что? Какая печь? За 100. Наша Алиночка сегодня будет делать фадж. Я уже, честно говоря, несколько лет не делала фадж, так что посмотрим, насколько я помню. Алина, давай. Тебе нужно поставить эту чашу белую. Смотрите, как растаял. Стояла бы здесь, пока грелась вода, и наш шоколад подтаял. Так, Алина, бери эту чашу, ставь сюда ее, в воду. Высыпай шоколад. Высыпай все. Давай, я буду держать. Высыпай. Смело высыпай. Нам нужно растопить шоколад на водяной бане. Смешай. Смешай. Побыстрее, посуши. Лина подставила себе стул. Конечно же, как всегда, пропорции нет. Алиночка, ты можешь смело так вот держать эту. А, ты же у меня сливша. Да, держи. Тебе удобно так держать? Я и вижу, что неудобно. Прям смело так вот. Ты здесь держи, вот этой. Правой рукой держи, а левой мешай. Нам нужна форма, застеленная пергаментом. И я его, на всякий случай, ее смажу маслом. Нам нужно сливочное масло. Нам нужно сгущенка. И нам нужны орешки арахиса. Алиночка, давай этот масло, которое я разрезала, поклади его сюда. Шоколад. Все, что я разрезала. Я тебе помогу размешать все, потому что это работа трудоемкая. Здесь нужно нам растопить всю эту массу на водяной бане. И вливаю сгущенку. Пока полбанки. Полбанки? Да, пока лей полбанки, потом посмотрим. Потому что у нас рецепта нету, пропорций нету. Да, что такое случилось? Густая, да, очень густая сгущенка. Держи, просто она сейчас вытечет и все. Хватит столько? Да, пока хватит. Мы покупаем вот такую коробку больших яиц. И потом их перекладываем вот в такие ячейки для яиц. И, Лейдочка, давай, ты должна сегодня вспечь нам бисквит. Возьми чашу от миксера и разбей туда, наверное, 10 яиц. Я не знаю, в чем дело, что случилось, но наш шоколад абсолютно не хочет таять. Вообще не тает. Вот масло как-то сразу растаяло. А шоколад, не знаю, в чем дело. Наверное, что-то я делаю неправильно, потому что это было очень много лет назад, когда я делала. И я не записала рецепт и все подзабыла. Похоже, что-то всю массу я испортила. Мы так переложить в чашу и просто делать. И добавили еще сгущенку. Как бы на вкус уже, вкус готового паджа. Я не забыла сначала растопить полностью шоколад, а потом добавлять массу со сгущенкой. Не знаю. Говорил, что я... В общем, какая-то моя ошибка. Где-то я что-то делаю неправильно. Надо мне найти рецепт и просто посмотреть. Потому что это очень густо. Оно должно быть жидким, чтобы нам еще перемешать орехи. Ну, как-то так уже. Ладно. Будем учиться. Все, наверное, хватит. Попробуем перемешать теперь. Размешать массу уже как есть. Уже как есть. В следующий раз я найду рецепт и посмотрю, как правильно все делать. Вот. Сама давно не делала. Еще хотела Алину поучить, как это делать. Ну, ладно. Ничего. Это не страшно. В принципе, сейчас мы разровняем. Она все застынет быстренько. И потом разрежем. Сейчас мне помогает Диана уже. Для Алины это, конечно, очень тяжелое дело оказалось. Потому что нужно мешать. Хорошо размешивать. Мы уже выключили температуру. Сейчас просто размешиваем. Сто процентов мы сделали что-то не так. Что-то пошло не так. Ну, уже как есть. Потом застынет. Попробуем на вкус. Вроде не смертельно. Кучить можно. Все. Давай, давай, давай. Я тебя буду учить. Давай. Ты что, не можешь догадаться? Вот сюда. Потом прокрутить сюда. Вот и все. Давай, давай. Пользуемся миксером. Ага. Сломай давай еще мне. Давай, давай. Догадывайся. Ну-ка. Не буду подсказать. Догадайся. Молодец. Догадалась. Пора уже учиться. Работать миксером. Сколько? Два. До конца. Сейчас взбилась яичная масса. Вот. На 8 яиц. Сейчас Илоидочка просеет муку. Один стакан. И теперь нужно не все, Илоиза. По чуть-чуть, смотри. Вот так вот возьми руку. Возьми вот эту руку. Хорошо возьми. Вот так. Подними. Теперь другой рукой вот так вот ударь. С какой-то стороны удобно. Вот так вот чуть-чуть. Все. Поставь сюда пока. Теперь аккуратно лопаткой вот так вот перемешивай. Смотри. Вот так вот перемешивай. И вот так как бы стряхиваешь муку, чтобы у нас комочки, которые есть, они вот так вот. Вот рассыпались. Поняла? Вот так аккуратно в одну сторону перемешиваешь. Перемешали. Теперь опять ставишь сито. Рукой ударяешь. Тебе удобно с этой стороны. Вот так вот ударяй. Все. Убирай на место. И опять. И такой процесс нужно сделать со всей мукой. Сейчас мы испечем обыкновенный бисквитный корж. Разделим его пополам и смажем любым повидлом. Наш бисквитный корж готов. Сейчас мы дадим ему остыть. И продолжим дальше. И Лаиза наша начинала. И Елена заканчивает. Мы взяли обыкновенный абрикосовый. У меня был джем или повидло. То есть ты берешь прям так и выливаешь полностью сюда. Прям с кружки. Я перелила из банки в кружку, чтобы ей было удобно. Знаете, это вкус детства. Обыкновенный бисквитный корж без всякой соды и разрыхлителя. И любым вашим любимым вареньем или повидлом. Но здесь очень хорошо сочетается абрикос и яблоко. Можно сделать рулет, закрутить. Но для тех, кто не хочет возиться или не всегда получается, я делаю, выпекаю большой корж, разрезаю пополам и друг на друга. И получается тоже очень удобно кушать. Теперь размазывай. На тебе специальную лопатку удобную. Давай это сюда. Поставь его в кружку. Я не ушла от того, что наша верхняя сторона, она липковатая. И у нас вот так получилось некрасиво прилип. Ничего страшного уже, как есть. Вот так вот я его немного залатала. Вот так вот будет выглядеть. Да, дети начинают, мама заканчивает. Надолго их не хватает. Так что таланты будут мои. Вот так вот я готовлюсь к вечеру талантов. Здесь у нас уже готовые небольшие подарочки. Каждому участнику. Здесь вот такие вот медали будем награждать. После того, как все отыграют, все споют. Здесь уже у меня моя тетрадка, где я записываю все. Я начала это с 2017 года. Вот так вот записываешь все. Каждый родитель пишет мне сообщение. Говорит то, что будет делать. Я вот так записываю. Потом мы это распечатываем на вот такие вот программки. И даем родителям, которые приходят. Здесь у меня запас подарков. Вдруг какие-то детки с родителями просто придут, чтобы их тоже не обделить. Вот поэтому сейчас у нас осталось мало времени. Мы будем уже потихоньку выдвигаться. Еще мы в пятницу вечером с моей сестренкой Светой распечатывали большие бутны для нашего стенда. И делали программы. Света мне в этом тоже очень много помогла. Не знаю почему, но это я не записала на камеру. Света мне вarmает Level 3 лет. Какие дети сестр ultrasoundки. Первые бутности